Посмотрите, я вот руками отковыриваю, вот, неаварийное состояние, неаварийное состояние, и вот они уже налепили козырек, вот, отлив, если его поднимут, вот что там творится, вот что, вот что, вот что, просто они налепили штукатурку, не почистив, не укрепив его. Когда я расковырял здесь, я увидел, что там даже мох, мох и грязь, то есть они ничего не сделали, просто набросали, набросали, как им угодно, как быстрее, и все. Так сделали капитальный ремонт балкона Петрухаустову, жителю дома 110 по улице Новой. Он не раз обращался в управляющую компанию, говоря, что балкон в аварийном состоянии. Один из ответов организации ситуацию подтверждал. В письме 2018 года говорилось, что ремонтировать надо, но через год, во время капитального ремонта фасада, и балкон новый выглядит так. Они в стену забили гладкую арматуру, ни дюбель, ни анкер, ничего, гладкая арматура, вот, как они укрепили на гладкую арматуру, которая там шатается, вот, просто, легким движением руки. Петр Хаустов говорит, что прораб его балкон аварийным не считает. Притом, балкон – это только часть общей картины. В доме номер 110 по улице Новой проходит капитальный ремонт фасада. Сам дом 1953 года постройки, так что работать есть над чем. Вот только подрядчик делает многое неправильно, говорит Петр Хаустов. Он сам строитель, правда, в смежной области. И с первых дней начал делать замечания рабочим. Надо тщательно снимать старые покрытия, покраску, потом грунтовать, потом шпатлевать. Есть места, где они даже не прогрунтовали и не сняли покрытие. Просто я уже даже, ну, после того, как им сделали замечание, они начали это грунтовать. Но сначала местами, где захотели, там прогрунтовали, где нет, там нет. Также рабочие обрезали заземление громоотвода, говорит Петр. На вопрос о восстановлении они ответили, что это не в их компетенции. Работы в доме номер 110 проводит печально известный подрядчик РСУ номер один. Да и капитальный ремонт фасады, по словам Петра, начали рано. У нас течет крыша. Течет крыша в этих местах. Одно и второе есть у нас углы, где сосульки зимой достигают почти до земли. У нас фасад замокает и штукатурка там отвалится. То есть вместо того, чтобы они изначально сделать крышу, они делают фасад. То есть и все, что они сделают, мне кажется, это через год-полтора все оно отлетит, потому что нас замокают стены. Согласно сайту Дом Минжекэха, капитальный ремонт крыши запланирован на 2040 год. И в каком состоянии на тот момент будет фасад, неизвестно. Что примечательно, капитальный ремонт фасада проводится сразу в нескольких домах на улице Новой. О нарушениях в них жители не сообщают. Однако юристы утверждают, что можно и нужно обращать на нарушение внимания. А также жители дома могут повлиять на подрядчика, если тот делает работу некачественно. Данная обязанность лежит именно на представителях фонда капитального ремонта. Но сами жильцы могут реагировать на то, что они видят выполнение работ с недостатками. Или превышение каких-то сроков. Или расходование материалов нецелесообразное. Или те же погодные условия, которые приводят к залитию. Если люди видят нарушения, куда им следует обращаться? В фонд капитального ремонта, в управляющей компании, в администрации города. Главное, говорит юрист, вовремя обратить внимание на проблему, чтобы не столкнуться потом с решением ее последствий. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова